Время. Вчера мы рассказываем о том, что произошло в Сергиево-Посадском районе за неделю. В студии Наталья Артемова. Зима все ближе, дорожные службы уже сейчас готовятся к обещанным синоптиками снегопадам. В пятницу глава района Сергей Пахомов посетил Сергиево-Посадское ДРСУ, где осмотрел автопарк. Уборочная техника к зиме готова. Сегодня во дворе Сергиево-Посадского ДРСУ выставлен на показ разнообразный арсенал машин и приспособлений к ним, которые помогают быстро и качественно очистить дороги от грязи и снега. Это не весь автопарк ДРСУ. Часть техники в боксах, часть в трудовом рейсе. Единицы на ремонте. Общая численность зимних и летних машин – 89 штук. Техника готова на 95%. Подводит итог директор ДРСУ Ольга Гончар. Смесь песчано-солевая у нас заготовлена в полном объеме, 100%. Складируется она на асфальтобетонном заводе в деревне Наугольное. Поэтому с этим вопрос нет. Зимние техники, которые мы используем, это больше 50 единиц. На сегодняшний день мы выставили на линейку готовности 31 единицу. Почему? Потому что некоторая техника – это самосвалы, погрузчики. Здесь только два погрузчика мы увидели, а у нас их семь. Они заняты в производственном технологическом процессе, потому что ребята работают. Когда идет снег, всем хочется, чтобы все было сразу обработано. Надо сказать, что такого не бывает. У нас есть с вами автобусные маршруты, которые мы обрабатываем сразу. А потом уже уходим на обработку частного сектора. Что можно добавить. Будем стараться, чтобы не было претензий как к нам, так и к администрации. По линии МОЗ Автодора наша ДРСУ содержит 190 километров дорог. А в городском поселении Сергий в Посад по договору обслуживает 70 километров. Трассы будут чиститься зимой по нормативам. Остальные дороги – это подъезды к деревням, к сельским населенным пунктам, частный сектор дороги. Там уже по заявке по необходимости производится зимняя уборка. Но есть еще сеть безхозяйных дорог, так называемых, где жители построили дороги за свои средства. Ну, это и дорогами-то трудно назвать, скажем так, это направление. Но, однако же, это вот как, к примеру, микроэн Зубачево поле. Это новые застройки гражданского поселка. Ну, это везде в городе так распределены такие места. Это, конечно, никак не обслуживается в официальном порядке. Мы и не можем его обслуживать, пока не разберемся с этим имуществом. Поэтому работа определенная здесь проводится администрацией, но в целях недопущения какой-то ситуации по мере возможности мы будем оказывать содействие в расчистке этих дорог в зимний период. Глава района Сергей Пахомов, побывавший сегодня на базе ДРСУ, осмотрел зимнюю уборочную технику для расчистки и обработки тротуаров и дорог, для уборки снега и строительства. Тут же на месте провел с руководителями ответственных служб импровизированное совещание. Ольга Гончар попросила главу района о содействии. Глава района по итогам осмотра и совещания констатировал, что начиная с сегодняшнего дня службы должны находиться в постоянной готовности. Мы сегодня посмотрели технику нашего ДРСУ, которая будет принимать участие в расчистке дорог. Это не вся техника здесь выставлена. Часть техники в боксах. Часть объемов работ получили иные организации. Парк готов. Это мы еще не зафиксировали. Соответствующие реагенты есть. Сотрудники, водители и рабочие соответствующих профессий тоже в наличии. Техника к снегопадам готова. Конечно, у нас есть желание развивать наше ДРСУ. Будет закуплена еще дополнительная техника, будут еще дополнительные люди. Но, в общем и целом, ждем зиму, ждем снега. Она, конечно, нам доставит определенный объем работы. Но это наша работа. Кроме того, Сергей Пахомов заметил, что по опыту прошлой зимы будет выстроена работа дорожных уборочных бригад в этом сезоне. До идеала нам еще далеко. В любом случае, прошлая зима показала, что мы знаем и понимаем, как убирать наши улицы. У меня нет никаких сомнений, что претензии все равно будут. И мы сегодня это обсуждали и с моими коллегами, с моими подчиненными, отвечающими за чистоту, за благоустройство, и за дороги, и с руководителями ДРСУ. Конечно, если мы научились убирать сегодня основные дороги, то с межквартальными, с дворовыми территориями, зоны ответственности, где в том числе и управляющих компаний, отчасти, пока у нас дела обстоят не настолько хорошо. Но понимание, как сделать наши улицы чище от снега, оно у нас есть. В четверг руководитель госадом технодзора Московской области Татьяна Витушева посетила с инспекционной поездкой Сергея Посадский район. Визит предполагал остановки в нескольких населенных пунктах – Ходькове, Лазе и в Сергиевом Посаде. Первой точкой осмотра стала дворовая территория по адресу проспект Красной Армии, дом 9, дробь 1. Внутри дворовая территория, прилегающая к дому 9, дробь 1 по проспекту Красной Армии, этим летом подверглась комплексному благоустройству. Территорию облагородили, вырубили сухостой, создали парковочные карманы, демонтировали старые игровые формы, поставили ограждения. К детскому саду проложили бетонную дорожку. Как не раз замечал руководитель госадом технодзора Московской области Татьяна Витушева, дворы – это то, что люди видят каждый день. Можно вымастить центральную улицу золотом, для людей же главное – их двор. На информационном щите комиссия отметила общий недостаток, характерный для многих районов – отсутствие адреса личной электронной почты главы города. Указана только общая почта города. Мимо проходящие жители подтвердили, что уборкой внутри дворовой территории удовлетворены, лишь бы не было строек на зеленых пятачках. Ручная уборка здесь, согласно объявлению, проводится ежедневно с утра и до полудня, а механизированная – один раз в неделю или по погодным условиям. Сегодня убирались и дворники, и спецтехника. Листопад засыпал дорожки. Административно-технический инспектор обратил внимание на элементы озеленения и наброшенные машины без номеров, от которых надо освобождать дворы. Комиссия получила ответ, что такая работа в Сергиевом посаде ведется. Особое внимание в ходе проверки уделили состоянию детских площадок. Устанавливали ее, не учли. Согласно 12 статье, там написано, идет на пространство, зоны приземления и все остальное. Здесь не учли вот этот запрос, поэтому, не дай бог, это ограждение повлечет, получение травм. Близость забора, да? Да. Там удаление должно быть от забора. Так как она, все-таки у нас мягкое покрытие, очень редко здесь встречается, поэтому на фоне других эта площадка выглядит более-менее хорошо. Ну вот за исключением. В итоге властям Сергиева посада было выдано предписание устранить недостатки на детских площадках. Работать не плавно, потому что мы по всем поселениям. Во-вторых, адресные списки с населением были согласованы. Вы общались с населением? Конечно, конечно. И депутаты еще вносят свои пожелания. Плюс жалобы жителей, мы учитываем, стараемся. Но депутаты вносят обычно, если он живет в этом дворе, нет? В округ. Почему? Они по своему округу. Рабочий визит инспекции областного госадом технодора продолжился на скобяном поселке в городском парке Скидские пруды. Несколькими часами позже руководитель областного госадом технодора встретился с жителями в здании Сергеево-Пасадской администрации. Встреча жителей Сергеево-Пасадского района с руководителем госадом технодора Московской области состоялась после планового инспекционного объезда, во время которого были осмотрены площадки, дворы и парковые зоны. Мне очень важно, чтобы понять для себя, прежде чем разговаривать с муниципальными чиновниками, люди знают, что происходит, люди видят ли перемены в своем регионе, в городе, в сельском поселении, в городском поселении, где они живут, есть ли эти перемены. Встреча с жителями прошла в режиме вопрос-ответ. Все жалобы и предложения тут же вносились в протокол, как и во время осмотра территории района. У нас несколько дворов попало в программу по благоустройству. Это было 13 февраля 2015 года. На этой программе нам было предложено благоустройство наших дворов. Предложили контейнерную площадку сделать посреди детской площадки. У нас, хотя дома оснащены мусоропроводами, нам это не требуется. Три столбакова, насколько я помню, предложилось наш двор по освещению. И информационный стенд. Вот из всего этого стоит информационный стенд. Во-первых, мы проверим, этот двор заявлен ли в программу по благоустройству и прислан ли по нему отчет, что он комплексно благоустроен. У меня просьба, неохранный долгий ящик, провести полную проверку, вот потому что было сказано, чтобы получить объемную картину. Я очень удивлен, честно говоря. Особенно этим двором. Жители задавали руководителю госсадом технадзора разные вопросы, большинство из которых давно волнуют сергиево-пасадцев. О-О-О-Л-Н-Т. Мы ее, и вообще все в городе называют свалкой. Вонь вообще неимоверная. Как они говорят, что они в течение двух дней этот мусор разбирают и вывозят. Этого нет. Услышала. Спасибо. Да, это в работу как-то. У нас находится в первом подъезде козырек, когда выходишь из дома. Этот козырек держит один столб. Этот столб снизу, плиты уже все упали. Вот на таком кусочке плиты держится вот такой огромный столб. В любое время он может упасть и раздавить жильцом наших, любого. Обращались мы в компанию свою. Подгода написали, подписали заявление. Они сказали, мы с вашего дома очень мало собрали денег. 180 тысяч. И не хватает, чтобы вам сделать вот эту отмостку. Он должен делать то, что ему положено делать. И мы его это заставим. Во время встречи с жителями Татьяна Витушева не только отвечала на вопросы, но и сама их задавала. Еще один момент, который я при объезде увидела. Большое количество хаотично припаркованных автомобилей. Проблема для города? Да. Проблема для города, да? После того, как все вопросы были исчерпаны, главный государственный административно-технический инспектор Московской области подвела итог своего визита в Сергиево-Посадский район. Если бы достремиться, нужно понимать, что наследство новой власти досталось непростоем. Но я хочу сказать, что, а кому легко, собственно говоря? Поэтому это тоже надо понимать. После встречи с жителями уже за закрытой для прессы дверью прошло совещание с главами поселений. Новые искусственные неровности вновь появились на дорогах Сергиева-Посада. Многие водители, скорее всего, уже успели в этом убедиться. С чем связаны решения установить в городе дополнительные неровности? На этот вопрос нам ответил начальник отдела дорожного хозяйства, транспорта и связи городской администрации Андрей Досовицкий. В этом году совместными усилиями по решению комиссии безопасности движения Сергиево-Посадского района было принято решение об устройстве дополнительных искусственных неровностей на проспекте Красной Армии и на Угольском шоссе. Это в связи с тем, что идет всплеск аварийности. Несмотря на то, что светофоры у нас на перекрестках все работают в круглосуточном режиме, уже давно отказались от режима желтого мигания в ночное время, интенсивное движение ночью чуть меньше, чем днем. Плюс мы еще по сети муниципальных дорог у нас было, если я не ошибусь, 17 адресов, где мы в частном секторе тоже устанавливали искусственные неровности, но это связано с заявлениями жителей улиц или домов, где действительно также с увеличением интенсивности движения транспорта предпосылки есть к совершению дорожных транспортных происшествий. Не так давно завершился 19-й фестиваль телекомпании Московской области Братина. В рамках телефорума проходит традиционный конкурс «Репортаж с колес». Корреспонденты и операторы снимают сюжет о Сергиевом Посаде, нередко затрагивая при этом застарелые проблемы города. В этом году победителями в конкурсе стали наши коллеги из Видного, сняв сюжет «Ни лака, ни краски, ни воды». В материале шла речь об отсутствии в поселке лакокраска горячей воды. Уже известно, что принято решение о строительстве там блочно-модульной котельной. Ни лака, ни краски. Ничего нет. Вот так мы тут живем. У нас у всех одна проблема. Воды нет уже 8 лет. Вот так и живем. Как первобытные. В корыте моемся, как в войну. Эти кадры были сняты нашими коллегами из города Видное во время фестиваля «Братья», на который проходил в Сергиевом Посаде с 7 по 10 октября. Тему для сюжета корреспонденту «Видное ТВ» подсказали сами жители поселка Лакокраска. Попросили помочь решить их давнюю проблему. В поселке на протяжении 8 лет были постоянные перебои в снабжении жилых домов горячей водой. В летний период вода вовсе отсутствовала. «Мы за квартиры платим, отопление, за капитальный ремонт. Все оплачиваем, а ничего не делают, только обещания». Завод на сегодня не загружен в полном объеме по своим мощностям. Исходя из этого, население, доля поставки тепловой энергии для населения в заводе стала составлять почти 50% от общей мощности. Данные условия не позволяют заводу использовать котельные для подачи горячего водоснабжения летом. Соответственно, отсюда уже на протяжении 8 лет население не получает услугу горячего водоснабжения в летний период. Однако просьба жителей все же была услышана. Уже 12 октября этот вопрос поднимался на заседании постоянной депутатской комиссии по бюджету. А 13 октября его обсуждали на заседании рабочей группы о принятии оперативных мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций в сфере ЖКХ. Бюджетная комиссия предложила администрации перераспределить денежные средства, которые предназначены на погашение так называемого Костромского дела, я так его назову, извините, приостановить эти платежи, хотя есть решение на это, и перенаправить 35 миллионов на строительство блочно-модульной котельной на Лакокраске. Из бюджета города на строительство блочно-модульной котельной в поселке Лакокраска решено было выделить 35 миллионов рублей. Это решение уже одобрено депутатами городского совета. Принято решение для того, чтобы исключить данную ситуацию, и чтобы население получало в полном объеме услугу как отопления, так и горячего водоснабжения, строительство блочно-модульной котельной на Лакокраске. Данное предложение одобрено Советом депутатов. На сегодняшний момент времени мы проводим работы, связанные с подготовкой и проведением проектно-изыскательских работ и с последующим получением проекта и выполнением работ по строительно-монтажных работ, по, скажем, запуску котельной в следующем году. К июню 2016 года поселок Лакокраска обещают обеспечить бесперебойным снабжением горячей водой. И еще о ЖКХ. Жители улицы Андрея Тарковского, что проходят по Зубачевскому полю, жалуются, что у них нет дорог, уличного освещения, канализации, газа и водоснабжения. В конце 90-х годов землю на поле отдавали под строительство частных домов. Территория стала постепенно застраиваться, появилось несколько улиц. Но, рассказывают местные, благоустройство частного жилого сектора ограничилось только проведением электричества в дома. Жители улицы Андрея Тарковского, проходящие по Зубачевскому полю, написали не одно письмо в администрацию Сергея Посада с просьбой благоустроить их частный жилой сектор. Из ответных писем выяснилось, что улица Андрея Тарковского бесхозна и на балансе города не состоит. Однако местные жители не опускают руки. Выделить деньги для того, чтобы смогли сделать водоснабжение этого района, взяли на баланс дороги, произвели освещение уличное, потому что здесь самый натуральный медвежий угол получается. Своими силами жильцы обсыпали дорогу щебенкой, чтобы хотя бы скорая или пожарная машина могли проехать. Но это мало спасает ситуацию. Сейчас рано темнеет и жители домов возвращаются с работы на Зубачевское поле, что называется, на ощупь. А потом еще приходится идти за водой на колонку на другой конец соседней улицы. Собственные скважины имеются не во всех домах, да и качество воды оставляет желать лучшего. Водозаборную колонку администрации города обещают не раньше 2019 года. Мы ходим, например, за водой очень далеко в частный сектор. Мы ходим по полю, то есть по колено в грязи, там зимой снег заметает это поле. То есть нам приходится, чтобы привезти ведро воды для своих нужд, нам приходится разглядать целое поле снега. Нам до 2019 года получается не ждать ни освещения. Мы с работы ходим, мы спотыкаемся, мы в ямы падаем. Мы приходим домой уже в 6 часов темно, все в грязище. И помыться негде, потому что воды нет. Ну просто так с водой ты вопрос не решишь. Ведь любая труба воды, это требует за собой, уж если живем в 21 веке, это труба канализования. Ведь люди, получив удовольствие в воде, не будут пользоваться чайником, они же будут пользоваться водонагревательными приборами. Это большие затраты. К сожалению, в 2015 году этот вопрос не рассматривался, и в бюджете города денег на это не предусматривалось. Сейчас мы верстаем бюджет 2016 года, постараемся, ну я затрудняюсь сказать, потому что две улицы, а их там 22 улиц. Сейчас мы на одну улицу заложим, это же пойдет цепная реакция. Следующая, следующая, следующая. Но начинать с чего-то надо, поэтому будем предлагать, значит, деньги с конкретной данной улицы в бюджет 2016 года. Если бюджет позволит нам, так сказать, увеличить сумму, которая для нас будет выделена, то мы эти деньги запланируем в данном мероприятии. Я надеюсь, найдется подрядчик, который данную работу выполнит. Казалось бы, решение с благоустройством дороги на Забачевском поле лежит на ладони. Улица Андрея Тарковского чуть-чуть не доходит до улицы Бабушкинской. И жителям не надо было бы объезжать кругом все поле по бездорожью, чтобы выехать на Ярославское шоссе. Однако соединение этих улиц не предусмотрено планом городской застройки. Позвонили из администрации, сказали, что наши учтут пожелания, значит, внесут в бюджет. И все, значит, это хорошо, что внесут. Единственное, хотелось бы, ну, скажем так, гарантии, что внесут и хоть выделят деньги. Жители начали интенсивную застройку. И, в общем-то, сами как дороги, такого понятия там нету, я имею в виду, с точки зрения юридической и технической. Поскольку улицы строились самими жителями, значит, отсыпались, да, у нас нету сейчас юридических оснований заниматься строительством. Ну, и оставаться стороне от существующих проблем, потому что она уже начала такой масштабный системный характер принимать. Застройки в разных частях города идут, я говорю, в последнее время очень интенсивно. Поэтому администрации было принято решение руководством по факту начинать производить ревизию вот этих дорог и попытаться оформить ее на баланс эти дороги администрации. После чего уже рассматривать вопрос о каком-то ремонте и приведению в какое-то состояние более-менее удобного рима. Но процесс принятия на баланс таких бесхозяйных дорог по законодательству занимает примерно около двух лет. Вот это деньги должны из бюджета выделяться сначала на предпроектные работы, на инвентаризацию таких участков. Это, в общем-то, с учетом скудности бюджета, это немножко затягивается. Ну и в стране мы не стоим, поэтому часть дорог мы уже начали инвентаризировать в городе. Это будет, так сказать, не первая очередь, сразу могу заметить. Но в течение следующего года, либо на 2017 год, только будет решено вопрос о ее легализации данной улицы. И в дальнейшем уже планирование будет зависеть, исходя от бюджета. Вывоз мусора отдельно. Проблема жителей Зубачевского поля. Из-за отсутствия мусорных контейнеров нерадивые жильцы устраивают свалки бытовых отходов чуть ли не под окнами своих же домов. Мы за свет платим, за мусор платим, но у меня нервы уже не выдерживают. Я хочу нормально жить, помогите. У нас ни света, ни воды нет. Я инвалид, да, второй группы. Мне очень тяжело, у меня здоровье очень сильно подкосило. Вот как прокомментировали ситуацию с освещением улиц на Зубачевском поле в администрации города. В этом районе осветили мы уже пять улиц, то есть освещение района растет прямо на глазах. Сейчас как раз в осенний период происходит формирование бюджета и по просьбам жителей, по требованиям губернатора, по требованиям районной администрации, учитывая все эти требования и просьбы, мы предложили на обсуждение бюджетной комиссии, бюджет, который в два раза больше, чем бюджет прошлого года. Войдет улица Тарковского, сейчас она входит пока в бюджет следующего года. Если будут происходить секвестры, то будем смотреть, что и откуда отрезать. В преддверии очередного эпидсезона по гриппу ОРВИ в лечебных учреждениях нашего района проходит вакцинация. С подробностями из городской поликлиники номер один Сергеева Посада наш корреспондент Наталья Зайцева. Осень и зима – это время респиратурно-вирусных заболеваний. Особую опасность представляет грипп. Заразиться им легко, особенно тем, кто часто бывает в местах с пребыванием большого количества людей. Поэтому врачи советуют при первых признаках заболевания обращаться в поликлинику. Заниматься самолечением в таких случаях не стоит, ведь возможно осложнение. Для профилактики гриппа мы начинаем проводить прививки. И больным, которым возможно делать в данный момент прививки, всем мы проводим прививки. В частности, я вчера сделала три прививки от гриппа профилактической, чтобы у них до начала сезона гриппа была возможность выработать иммунитет и легче перенести в гриппозное состояние. Сами врачи регулярно делают прививки, ведь им приходится контактировать с заболевшими. А чтобы лечить других, нельзя болеть самим. Сделать прививку может каждый желающий. Вакцинация бесплатна. Все, что надо, это прийти к терапевту на прием за направлением. Вакцины хватит на всех. Вакцинация производится в процедурном кабинете ежедневно и бесплатно. Взрослых у нас мы прививаем вакциной Гриппол, детей мы принимаем вакциной Гриппол+. У нас еще созданы бригады на это время прививочной кампании. У нас существует врач и две медсестры, которые мы выезжаем по просьбам в учреждения, на предприятия, в учебные заведения. И там проводится в специализированных кабинетах прививочная кампания. Делать прививку рекомендуется за месяц до пика заболеваемости. В этом году эпидемия гриппа ожидается в конце ноября. Так что поторопитесь с прививкой и не болейте. На днях в детском доме-интернате «Березка» прошел день открытых дверей. Проводился он для потенциальных приемных родителей, которые могли познакомиться с детьми, узнать об их интересах и условиях проживания. И для всех неравнодушных к проблемам детей-инвалидов, оставшихся без попечения родителей. В Сергеево-Пасадском детском доме-интернате «Березка» воспитывается около 300 детей. Из них 21 ребенок-сирота. 172 остались без попечения родителей. Все они особенные дети, нуждающиеся в семье, ласке и уюте. Задача, конечно, это, чтобы дети попали в хорошие семьи, чтобы они получили ласку, внимание, добро. Ну и чтобы они себя чувствовали в обществе равноценными такими же людьми. Бывает и так, что дети, оставленные родителями, вновь возвращаются к своим мамам и папам. Только за последние два года воссоединились восемь семей. Семей, оформивших опекунство и того меньше. Именно поэтому сегодня появилась необходимость проведения Дня открытых дверей в специализированных учреждениях. Потенциальные родители, да и просто неравнодушные люди, приехали в Сергеево-Пасадский детский дом-интернат «Березка», чтобы поближе познакомиться с его работой и, возможно, в будущем стать опекунами особенных ребят. Очень многое в последние годы сделано в этом учреждении. Это и развитие материально-технической базы, и внедрение новых методов реабилитации. Но ничто не может заменить ребенку дома, семьи. Часто без помощи государственных структур, без помощи наших учреждений, человеку сложно сделать этот выбор, потому что сам он этого, вот эти все инстанции, проверки и, так сказать, все вот эти экзамены пройти не может. А когда есть помощь в лице наших министерств, нашего Министерства, нашего Управления социальной защиты, конечно, это сделать все гораздо проще. И Бог в помощь. Значимо то, что вы пришли в детский дом, в котором вы придаете не самого красивого, не самого умного ребенка, а ребенка, которому надо помочь, который без вашей помощи не сможет вырасти человеком, который хотя бы мог себя обслуживать. А может быть, даже не может обслуживать, но он мог жить в семье и радоваться жизни. Воспитанники Сергея Посадского детского дома слепоглухих подготовили гостям музыкальный подарок. Затем для приглашенных была организована экскурсия по детскому дому. Гостей провели по учебным мастерским, групповым комнатам детского дома, рассказали, как живут дети в детском доме, чему учатся. В ходе экскурсии гости смогли пообщаться с воспитанниками, посмотреть, как проходят занятия. Также потенциальные родители смогли получить различные консультации специалистов учреждения по вопросам устройства детей в семье. Бояться не надо. То есть дети потом все это возвращают, то есть вот это вот, все это любовь. День открытых дверей в доме интернета «Березка» посетила и заместитель министра образования Московской области Людмила Овечкина. Мы перешли тот рубеж, когда мы искали для родителей, подбирали ребенка. Сейчас уже происходит совершенно другое. Мы ребенку ищем конкретных родителей. То есть изменился уже и подход в этой работе. Вот такие дни открытых дверей, во-первых, они позволяют познакомиться с такими учреждениями, увидеть, какие ребята здесь находятся. Ну и самое главное, вот мы ставим перед собой задачу не то, что каждого ребенка устроить семью. Наверное, это было бы замечательно. Но даже если у этого ребенка найдется друг вовне стены этого учреждения, то тоже очень-очень здорово. В Московской области сегодня насчитывается 25 тысяч детей-сирот. Это очень большая цифра. Однако более 90% из них рано или поздно обретают новых родителей. В этом не последнюю роль как раз играют дни открытых дверей в домах-интернатах. Ведь жить и воспитываться в семье – одно из важнейших прав ребенка. Всероссийский конкурс детских рисунков, приуроченный ко дню сотрудников органов внутренних дел России, который традиционно отмечается в нашей стране 10 ноября, прошел в УМВД по Сергиево-Посадскому району. Дети сотрудников управления рисовали своих мам и пап, которые каждый день охраняют покой и порядок жителей нашего района. Всероссийский конкурс рисунков «Мои родители работают в полиции» проводится не в первый раз. От участников, а это дети, сотрудников УМВД, принимаются рисунки, выполненные с использованием любых изобразительных средств – акварель, гуашь, карандаши, фломастеры. Главное требование к рисунку – дети должны нарисовать то, как они видят своих родителей на работе, дома и в любых других ситуациях. Конкурс позволяет деткам выразить все творческие таланты, показать свое умение, любовь своим родителям и так же само показывает любого родителя к своей профессии. Компетентная жюри во главе с Михаилом Шляхиным определяла победителей конкурса рисунков. Осознавая важность профессии своих родителей, ребята серьезно отнеслись к своим работам. В результате три работы, выполненные детьми сотрудников УМВД, отправятся на областной этап конкурса «Защищать честь Сергея Посада». Это рисунок Даниила Чикова «Веселая семья», «Правила поведения Кирилла Гирина» и «Я горжусь своей мамой Валерией Друговской». В четверг во Всероссийском аграрном колледже заочного образования прошел отборочный этап чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia по компетенции ветеринария. Лучший студент из будущих ветеринаров Подмосковья будет определен в мае, в финале конкурса. Соревнования среди студентов среднеспециальных учебных заведений Подмосковья проходят под эгидой Международной некоммерческой ассоциации WorldSkills. Если вдруг ваш любимый питомец заболеет, к врачам обращаться вы, конечно, не станете. Правильно, обращаться придется к ветеринарам. Эта профессия в последнее время стремительно набирает популярность у молодежи. В Сергием Посаде отборочный тур международного конкурса WorldSkills по компетенции ветеринария во Всероссийском аграрном колледже проходит уже второй раз. В этом году будущие Айболиты приехали посоревноваться в своих знаниях и умениях из девяти аграрных колледжей Московской, Владимирской, Калужской и Воронежской областей. Приятно удивлен работой наших коллег из колледжа, которые взяли на себя такую трудность организовать первые конкурсы, провести первые конкурсы. Сегодня уже второй отборочный конкурс идет, поэтому я думаю, что любой конкурс – это стремление к чему-то лучшему, к достижению мастерства. Пусть он будет проводиться чаще и выходить на более широкий уровень. Московская область, она всегда находилась на передовой, а в частности Россия, то что, ну в общем-то, это вообще в принципе впервые в мире, да, то есть именно специализация ветеринарии на уровне WorldSkills. И то, что делается именно здесь, ну это люди являются первопроходцами. Поддержать своих будущих коллег приехали ребята из Уярского сельскохозяйственного техникума Красноярского края. После торжественной части конкурсанты разошлись по аудиториям. Участникам конкурса предстояло осмотреть крупный рогатый скот. Сегодня профессия ветеринарного фельдшера подразумевает под собой не только диагностику, профилактику и лечение животных, но и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения. На этом этапе конкурса у нас определяют степень фальсификации и испорченности молочно-кислых продуктов и растительной продукции. В частности мы исследуем молоко на фальсификацию водой, содой, прокисшая она, не прокисшая, свежая, не свежая. Творог такой же у нас свежий и не свежий, испорченный, да, с кисломолочными продуктами. Ну и конечно же фельдшер должен помочь врачу-ветеринару при проведении операции. Вот именно здесь, да, я первый раз, вот именно со швами тоже первый раз работаю. Дальше я хочу идти кинологам, кинологам мне нравятся и с животными я люблю работать, возиться. Пока экспертная комиссия отбирала лучших, учащиеся в АКЗО проводили профориентацию для учеников начальных классов. Юные гости колледжа, возможно, впервые в жизни увидели микроскоп. А уж возможность погладить живую кошку или покормить собачку – это отдельное удовольствие. Ты в микроскоп смотрела, да? Да. Ну как, понравилось? Что увидела? Микроб. А и как они выглядят? Они выглядят, как морские коньки. У меня три собаки и две кошки. Давайте посмотрим. Здорово, хорошие лучи. Тише, подводите. Прошедший отборочный тур будут представлять Московская область, которая будет проводить финал национального чемпионата WorldSkills России в 2016 году. На следующий год в Крокусе мы проводим российский конкурс WorldSkills в Крокус-Сити. Соответственно, готовят ее северо-посадский район и АКЗО в том числе. Это, конечно, дорогого стоит. 17 и 18 октября в спорткомплексе «Луч» прошел 12-й турнир по боксу памяти мастера спорта СССР Виктора Александровича Григорьева, который ежегодно организует его друзья. В турнире приняли участие спортсмены из 15 городов Московской области и из Москвы. Каждый год в конце октября в Сергеев Посад съезжаются все, кого объединил Виктор Григорьев, знаменитый тренер по боксу. Турнир приурочен ко дню рождения мастера спорта СССР, тренировавшему многих известных боксеров. Спустя два года после смерти Виктора Александровича его друзья решили проводить турнир его памяти. И вот уже в 12-й раз в спорткомплексе «Луч» прошли соревнования, посвященные памяти этого легендарного боксера. В этом году на турнир приехало 75 спортсменов из Москвы и Московской области. Все они для меня хорошие. Да, вот есть хороший боксер из Ногинска, вот Чеботарев. Кандидат Мастера спорта очень сильный мальчишка. Наши ребята, Сергей Посадский, Ваня Зиновей, Егор Макурин, Саша Григорьев. Это, вот видите, Григорьев как раз его дядя был. Вот, вот эти сильные ребята. В этом году на соревнования приехала команда из Белоруссии. Турнир памяти Виктора Григорьева по-настоящему становится международным. Ну, если говорить о подготовке, да, уровень сильный у вас. Все-таки команда России одна из сильнейших в мире. Для нас это опыт большой. Большая польза и для тренеров, и для боксеров. Поэтому мы довольны. Довольны. Потому что и для наших ребят важно боксировать сильными боксерами. По словам организаторов и участников, боксерский турнир Сергеев Посадский год от года набирает силу, привлекая новых участников из разных городов России. Поприветствовали участника соревнований почетные гости турнира. Я желаю вам, вверху народа, показать старинные и официальные красивые, симпатичные войны. Я хочу приветствовать экспертов судей, участников турнира и всех гостей турнира. И, конечно же, поблагодарить организаторов турнира, которыми являются близкие, русские и дружеские администрации. И также поблагодарить администрацию Сергеев Посадок и спонсоров, которые оказывают материальную помощь в проведении турнира. Огромное всем спасибо и спасибо. Организаторам турнира Василию Ивановичу Портненко и Сергею Егору были вручены благодарственные письма и памятные призы от главы Сергея Посадского района Сергея Пахомова. После поднятия флага начались соревнования. В первый день турнира проходили полуфинальные бои. Мастер спорта международного класса, чемпион СССР по боксу Игорь Высоцкий уверен, что такие турниры тема хороши, что спортсмены приезжают повышать свою квалификацию. Сам он не в первый раз привозит на этот турнир своих воспитанников. Был период, когда бокс был не силовой, а игровой, не чисто игровой, а просто, я как называю, закидательство шапки. Ну, когда два спортсмена, они заботятся о защите, просто друг друга атакуют и все. А сейчас видно, что боксеры работают, боксеры защищаются, контр-атакуют, комбинации производят. Боксал точно такой же, как был в мое время, когда я боксировал. Соперник был очень даже неплохой. Парень победитель Московской области. Показал достойный бой. Приятно такие бои проводить. Большинство спортсменов показали высокий уровень технической подготовки и хорошую физическую форму. 12-й турнир памяти Виктора Григорьева прошел успешно. Спортсмены продемонстрировали свои возможности, поборолись с соперниками, кто-то выиграл, кто-то проиграл. Главное, праздник бокса состоялся. И дело мастера спорта СССР по боксу Виктора Григорьева живет. В музейном комплексе «Конный двор» необычно отметили покров. В праздновании, встречая покров, готовься к свадьбе, приняли участие молодожены. Женихи и невесты приехали в музей сразу после ЗАГСа. Вот и начались с покрова свадебные недели. В это время наши предки играли свадьбы, да устраивали свадебные сговоры. Где, как не в стенах музея, вспомнить о былых временах. О том, как готовились к свадьбе, посетителям рассказали сотрудники музейного комплекса «Конный двор». Невесту присматривали даже раньше, когда она еще в куклы играла. Потому что чем опрятнее была кукла, наряднее, тем лучше хозяйка в доме. Во время необычной экскурсии каждый посетитель мог попробовать себя в роли жениха и невесты. Или поиграть, к примеру, в хороводные целовальные игры. Но самым главным сюрпризом стала встреча настоящих молодоженов. Князья, княгини, бояре честные, по старинному обычаю приветствуем вас хлебом с солью. Хлеб для наших предков был святыней, знаком жизни на земле. Свадьбу в музее решили отметить две пары – Елена и Евгений, Анна и Иван. Прибыли в «Конный двор» сразу после регистрации брака. Нас пригласил сотрудник ЗАГСа. Нам предложили такую возможность. Мы решили, почему бы не воспользоваться. Ну и как впечатление? Нам нравится, весело, интересно. Узнаем историю того, как жили раньше люди в старинные времена. Скучать в музее молодоженам действительно не пришлось. Для них была приготовлена конкурсная программа. Ладно, да складно. Мы глазки-то вам завяжем и подведем, а наши девицы, а наши девицы красные, будут все по очереди подходить, да, и свою руку подавать. А мы проверим там. Со всеми испытаниями молодожены успешно справились. Помогли им в этом Юрий и Елена Бирюковы, которые недавно отпраздновали жемчужную свадьбу. Свадьба в музее в скором времени может стать частым явлением. Причем зарегистрировать брак при желании молодоженов можно будет здесь же. Сергиево-Посадский музей-заповедник вошел в число объектов, в которых будет проводиться государственная регистрация заключения брака. Это утверждено постановлением правительства Московской области. На память первым парам, посетившим музей в день свадьбы, по русской традиции подарили кукол-неразлучников. Чтобы молодые наши жили вместе сто лет, до двадцать, да еще пятнадцать. Примик, не сдержи. Мечет, здорово. 18 октября во Дворце культуры имени Гагарина прошел открытый фестиваль казачьей культуры. Участие в нем приняли не только фольклорные коллективы из Сергиево-Посадского района, но также наши подмосковные соседи из Сталдома и Лобни. Самыми дальними в этом году оказались участники из города Урюпинска, Волгоградской области. Купола золотые, до полей седина, О, Россия, Россия, ты такая одна. Широкая душа и бесконечная, как степь песня. Так коротко можно охарактеризовать открытый фестиваль казачьей культуры. Тех, кто ее сохраняет, развивает и доносит зрителю, можно было увидеть на сцене Дворца культуры имени Гагарина. Ярких впечатлений, новых встреч и дальнейших творческих успехов. Люба казахи! Казачьи традиции – это не прошлое наших дедов. Это наше будущее. Это будущее России. И пока жив казак, будет жить и Россия. По старому казачьему обычаю, атаману поднесли рюмку на шашке. Целый парад творческих коллективов на главной сцене Сергеева Посада. Рядом с хорошо знакомыми посадскому зрителю хором русской песни «Рябинушка» и хором ветеранов «Надежда», ансамблями казачьей песни «Хатьковские затеи», ансамблем «Московия» из ОДЦ «Октябрь», коллективами из Марьина, Богородского и Шеметова, их коллегии стал Домолобни и Урюпинска. Тем временем зрители-участники все пребывали. Все то творчество, которое замкнуто в этих большом объятии казачества, конечно, это интересно, это наши традиции, это наша история. Очень люблю народные песни. С детства люблю, пою, играю на баяне. Ансамбль песни «Дикое поле» из Урюпинска коллектив относительно молодой, создан 4 года назад, но уже успел побывать с концертами на Куликовом поле в Туле в Кашире. Казаки – это братья. И будь он с Дона, будь он с Кубани, он все равно казах, и он поет все песни жизненные, и походные песни, и бытовые песни. И в любом коллективе такие песни существуют. В это время за сцены к выступлению готовился фольклорный ансамбль «Московия» из УДЦ «Октябрь». В его репертуаре песни некрасовских и терских казаков. Казачья культура – это русская культура, традиционная русская культура, поэтому обойтись страной никак нельзя. На мой взгляд, это вся жизнь, вся жизнь в этих песнях, душа. Мы будем исполнять песню «Вы казачки да казачки». Она такая вот задорная, веселая. Наши костюмы совершенно специально, индивидуально на каждого человека. Здесь костюмы есть Московская область, Ростовская область, Архангельская область, Рязанская область этот костюм. Белгородские костюмы. То есть каждый костюм представляет, можно сказать, наш край, нашу Россию. Ох, посадили, братцы, нас за столы, дамы дома, молеча любите. Фольклорный ансамбль «Ходьковские затеи» из центра Елизаветы Мамонтовой на фестиваль представил сразу два состава – взрослый и детский. Фольклорный ансамбль «Ходьковские затеи» Выступление участников оценила компетентная жюри. Руководитель фольклорной этнографической студии «Скоморожья» Слобода Татьяна Смирнова, композитор и руководитель ансамбля «Казачьи песни» «Вольная станица» под Харунджей Тимур Золотых, председатель жюри, доктор искусствоведения, заслуженный работник культуры Российской Федерации Виктор Бакки. По итогам фестиваля призами и специальными дипломами награждены коллективы ДК Гагарина, ансамбль «Казачьи песни» и хор русской песни «Рябинушка», их коллеги из УДЦ «Октябрь», фольклорный ансамбль «Московия» и из Ходькова ансамбль «Ходьковские затеи». Причем были отмечены оба его состава – взрослый и детский. Хор русской песни «Марьюшка» из Марьина был награжден за исполнительскую искренность, а ансамбль «Дикое поле» из Урюпинска – за достоверность в исполнении казачьей традиции. Приз зрительских симпатий получили также ансамбли из Урюпинска и Лобни. Также были отмечены авторы, исполнители и поэты. На этом все. До встречи на телеканале «Тонус». Субтитры создавал DimaTorzok